Эти парни сделали все, чтобы попасть сюда. Крис Дим, Крейг Ричардсон, Ронни Ракелл, Майк Шеридан, Квинси Тейлор и Александр Федоров. Парни, у вас есть пара минут. Вот она, мечта каждого, кто серьезно увлечен соревновательной карьерой. Знаменитый конкурс «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе. Выше победы, чем здесь, в бодибилдинге просто нет. Это то же самое, что взять «Оскар» в кинематографе. В 2005 году на этой сцене прозвучало русское имя впервые. Александр Федоров стал первым российским атлетом, допущенным на Олимп. Ну, для меня, честно говоря, это грустно. Вот когда меня сейчас начинают спрашивать, после того, как я сейчас выступал уже в Америке, съездил в Германию на выставку. Я русский, и меня вот воспринимают лучше за границей почему-то. Хотя, казалось бы, хочется, чтобы наоборот. Я стараюсь Россию привезти туда, и хотелось бы, чтобы русские ребята, то есть протоптать для них дорогу, чтобы они могли соревноваться на более высоком уровне. Но, к сожалению, сталкиваюсь здесь с большей критикой, чем с каким-то положительным зарядом. И пусть в США Александр стал 19-м, для того времени уже самоучастие в соревнованиях такого масштаба было огромной победой России. Не зря Федорова называют русским шварценеггером. Не только в нашей стране, но и за ее пределами. В Казань Александр приехал поделиться опытом с местными спортсменами. На его мастер-класс собрались как известные культуристы, так и начинающие. Казалось бы, подъем гантелей – одно из самых простых и понятных упражнений. Но вот его показывает мастер. Немного изменить угол наклона, сместить центр тяжести, и мускулы отзываются на привычные усилия совсем по-другому. Нелегкий – это труд. То есть, по сути дела, это работа над собой. И иногда скажется, что я сходил в зал, хочу быстрого результата. Но, к сожалению, быстрого результата не будет. Здесь очень кропотливый труд. Должно быть правильное мышление. И быстро не приходит результат. А поскольку это тяжело, но не каждый может почувствовать от этого какое-то удовольствие, какой-то так определенный кайф. И продолжать тренироваться, чтобы прогрессировать. Александру сейчас 37. И, конечно же, он считает, что самые главные его победы еще впереди. И хотя предел возрастных возможностей есть и в бодибилдинге, этот вид спорта, по его мнению, творит чудеса. Далеко ходить не буду. У меня в зале тренируется человек, которому 77 лет. Я вам честно скажу, он, может быть, технически правильное упражнение не выполняет, но поднимает колоссальные веса. 77 лет. На днях, буквально несколько недель назад он травмировал руку. Было растяжение связки. Он не прекращал заниматься. Он тренируется 5 раз в неделю. Кстати, сам Александр в зал впервые пришел в 12 лет под влиянием своего отца, который, по сути, стоял у истоков рождения культуризма в Советском Союзе. Если так начал в зал ходить в 12 лет, мой отец еще начинал тренироваться. Был у истоков вообще на тот момент. Не бодибилдинг называлось в СССР, а культуризм. Вот именно за рождением в те времена, когда был Владимир Владимирович Дубинин еще, наш президент федерации. Вот они все вместе тренировались в подпольных качалках и подвальных. Тогда же еще было это все запрещено, называлось самолюбованием каким-то. Вот, это благодаря отцу. Сергей Шерстнев, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.